Ну где и когда они еще послушают живую, красивую музыку, да еще и в детском исполнении. Если у них рабочий день не нормирован, а в выходной могут вызвать на работу. К тому же благодарности исключаются редко, чаще ругают. Я сам работал в сфере ЖКХ, я знаю, что это такое. Когда ты почти что ежедневно сталкиваешься с негативом, и не только ты, но и твои сотрудники, те же самые дворники, те же самые уборщики лестничных клеток. Александр Авдеев решил исправить несправедливость хотя бы в день работников жилищно-коммунального хозяйства. Водитель автомобиля 4-го разряда, транспортного отдела, артеофт-офилиалок, люк, рим, теплая энергия. Вот так возьмите. Человек работать может. Владислав Пиняш водитель. В Примтеплоэнерго работает недавно. Но к делу относится добросовестно, чтобы там про коммунальщиков не говорили. Возим уголь по кочегаркам, по котельным, по Артему, по раздольному. Вот работа получается с утра до вечера. Бывают выходные вызывают, приходится работать. Ну, работа, конечно, такая пыльная, грязная, ничего не скажу. Пыль глотаюсь там, все такое. Но никуда не денешься. Поздравил коммунальщиков и председатель Думы Артемовского городского округа Анатолий Бадль, отметив при этом, что депутатам часто приходится разбираться с жалобами, которые поступают на жилищно-коммунальное хозяйство. Никуда не денешься. Но большой плюс в том, что выстроена та цепочка и законным образом выстроены отношения между потребителями и предоставляющими услуги предприятиями. Песни, звучавшие в зале в исполнении самодеятельных артистов, служили как бы подарком для всех работников жилищно-коммунального хозяйства. А многие из них продолжали получать грамоты, ценные призы и подарки. Шиганова Елена Леонидовна, заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью, управляющая компания «Партнер». Управляющая компания «Партнер» – одна из лучших в городе. Главный принцип их работы – честность в отношении с жителями домов, которые они обслуживают. И жителям, и участникам ЖКХ нужно просто все делать согласно законодательству. Управляющим компаниям не обманывать жителей, а жителям стараться больше принимать участие в управлении своего дома. Как отметила начальник управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации Галина Волошина, от коммунальщиков зависит не только устойчивость и работоспособность всех объектов ЖКХ, но и уют в домах и порядок на улицах города. А это главное на сегодняшний день. Александр Натуйчев, Тарас Боднарук, Даная Михайлова, Светлана Нурик. Городские новости.